Если вы не видите разницу между этим светом и этим То вам следует выключить это видео Чё это? Или написать какую-то гадость в комментариях Смотри Сейчас светло А вот так темно Мы привыкли снимать в бытовых условиях при том свете, который у нас есть Это свет люстры, свет какой-нибудь там диодной подсветки Либо еще чего-то Особо не паримся вообще по поводу освещения Снимаем на телефон Выкладываем это все в сторис, в инстаграм, куда угодно И мало кто задумывается о том, что нужно хоть как-нибудь повернуться к источнику света Стать под лампочку или еще что-то Мы сейчас наглядно вам покажем, как можно за счет света, за счет дешевого света Выставить какую-то уже приемлемую схему и сделать прекрасную картинку А потом по-другому выставим уже более киношную картинку на более дорогой свет Чтобы вы почувствовали разницу и поняли для себя вообще, есть ли она для вас или нет Меня зовут Валентин Хрисич Включите дальний свет и мы начинаем Сейчас мы выстраиваем световую схему почти из подручных средств Комплект за 10 баксов это обычная лампочка Ильича Это зонт обычный с Алиэкспресс китайский Это крепление с патроном под Е27 И стойка, ну стойка, окей, это была моя На заднем плане у нас в качестве контрового света Это, конечно, уже немного оверпрайс Китайский за, тоже, по-моему, за 10 баксов фонарик Который дает нам контровое свечение Который ровно служит примерно один месяц Потом начинает моргать, как попало, живет своей жизнью, что-то с ним происходит там внутри непонятное Ну и с правой стороны у нас заполняет вот эту вот тень, чтобы немного не такой был жесткий свет Чтобы смягчить немного любой отражатель Если у вас нет отражателя, то вы можете всегда заглянуть под торт Там всегда есть внутри блестящая подложечка И вот вы можете ее использовать, но вот эту вот теневую сторону нужно немножечко заполнять Потому что свет будет жестковатый Наш зонтик всего лишь 80 сантиметров в диаметре Это маловато, но, извините, у нас ограниченный бюджет Мы использовали точно такую же схему, только поменяли свет и добавили два нуля У нас рисующий свет с софтбоксом от компании Апучур, который нам предоставили любезно наши друзья из Китая И контровой свет, который в принципе может быть любой, но в нашем, в данном случае это Стелла Артуа Как он правильно называется? Сейчас у нас самый обычный квартирник, обычный свет, который может светиться в любой комнате, в любой квартире То есть самый обычный непродуманный свет, очень часто в квартире он бывает смешанный Когда с одного угла светится желтенькая, с другого синенькая И в итоге получается вот такой винегрет, с которого потом ничего абсолютно не получается Чтобы не проваливался задний план, постарайтесь его чем-то подсветить У нас здесь такая фактурная стена, и если ее не подсвечивать, она смотрится достаточно скучно Берете любой фонарик, направляете его на стену, и вот у нас уже получается совершенно другая картина Пробуйте, проверяйте ее влево-вправо, и у нас уже прорисовывается задний план И уже смотрится все намного интереснее, чем нежели просто была бы чернота на заднем плане Вот такая вот бюджетная схема, которая позволяет добиться уже более правильной картины И не важно, на что вы снимаете В такой световой схеме вы можете снимать хоть на айфон, хоть на какую-нибудь бюджетную зеркалку Это абсолютно не важно, главное свет Если вы снимаете на дорогую оптику, на дорогую камеру, и у вас абсолютно нету никакого света Я сейчас даже говорю не про дополнительное освещение Если вы видите свет просто даже на натуре, на улице, находите какие-то отражения, переотражения Если вы видите свещение от здания, от стеклянных фасадов, от чего угодно Если вы на это обращаете внимание, то даже на обычную мыльницу, на смартфон Вы всегда будете получать прекрасную, потрясную картинку С хорошим светом у вас появляется настроение творить С хорошим светом у вас рождается идея, появляется вдохновение, и вам хочется делать классные шедевры Один из самых важных и главных параметров это CRI Это показатель того, насколько свет натуральный, насколько он выдает полный спектр и ровный спектр этого свечения За условную единицу мы берем естественный свет, это 100% Этот свет выдает 96-97 CRI Это говорит о том, что у вас не будет ничего зеленеть, желтить, синить Что немаловажно в этом комплекте, это его мощность 80 тысяч люкс при максимальной мощности с расстояния 1 метра Мы проверяли этот свет на улице, он достаточно яркий И даже в солнечную погоду с обычной жесткой насадкой, без софтбокса Можно высветить солнце и снимать даже в контррике Ничего более умного я не придумал, как проверить мощность этой лампы Это поставить ее бок о бок с обычной лампой накаливания Понятно, что это не объективно, но таким образом наглядно можно будет понять, как она светит Сейчас лупит прожектор на полную мощность И мы можем видеть по параметрам ISO 640, выдержка 100, диафрагма 2.8 И я вроде бы как пытался настроить экспозицию по этому свету Сейчас мы тушим этот свет, но останется с правой стороны работать обычный наш зонт Лампа накаливания на 200 Вт Как вы видите, на лампе накаливания в 200 Вт и ISO 500 меня практически не видно И для того, чтобы выровнять экспозицию, мне нужно задрать ISO до 16000 Вот примерно, чтобы была вот такая картина Ну понятно, что уже будет прорисован у нас такой ламповый задний план Все такое желтенькое, красивенькое Здесь температура 2700, здесь температура 5600 То есть это абсолютно разные лампочки Я ни в коем случае не сравниваю эти две лампы Это как сравнивать, я не знаю, Mercedes и Запорожец, понятное дело Но просто таким образом наглядно я хотел показать вам, насколько мощный диод Я решил выйти на улицу и попробовать этот комплект с батарейками Потому что обзор был бы необъективным Если бы мы не затестили, не попробовали Сколько выдержит этот мощный, достаточно мощный диод на одном комплекте батареи Сейчас мы надели софтбокс, на улице нет солнца И мы будем снимать с естественным светом на улице И плюс будет рисующий свет такой у нас с одной стороны софтбокса Работает эта голова сейчас на максимуме И батарейка примерно показывает, что на одном заряде мы сможем проработать 1 час Да, эта штука нелегкая, да, ее нужно с собой носить Вы без ассистента не разберетесь Но если вы снимаете видео, то вам не нужны никакие генераторы Вам не нужны никакие кабеля Вы просто взяли стойку Ну я по поводу 5 килограмм, наверное, обманул Чуть-чуть больше, наверное, килограмм около 7 С двумя батарейками, с блоками, со всей истории Но тем не менее, классическая история, на плечо и погнал В общем, сейчас будем Проверять свет на мощность Насколько его хватает при дневном свете Насколько он может высветить У нас есть немножечко подтяненная сторона И мы попробуем сейчас ее прорисовать Немножечко заполнить тень Знаешь, что надо говорить при первом знакомстве с человеком? У тебя есть, Юра, шанс Поехали, Лена, прости, но так надо Соточка Так, а теперь вот так Что-то есть? Проверяем, насколько пробивает свет через софтбокс Мягче, по-моему, и что-то светит, если я не ошибаюсь Ну нормально, пошел дождь, это нормальная история Мы сейчас проверим, убьет нас током или нет Кстати, такая функция есть только у зонтов за 10 баксов Давайте сравним яркость света в 200 ватт лампочки Е27 И по сравнению с светом Апучур 302 поколения Дождь капает Свет светится Карточки забиваются Контент пилится Все нормально А это же ж у нас Что это такое? Я не могу, я что-то за бленда ни хера себе Ты был в школе, как у тебя дела? Что мне хотелось бы добавить в этом свете, это его бикалорность Потому что все-таки привязываться к температуре 5600 Это немного завязывает тебе руки Потому что свет разный, температура света разная И хочется немного больше свободы И они уже сделали такой свет на бикалорный То есть можно будет менять температуру Но понятное дело, что он будет еще дороже Потому что сердце этого света это диод Это правильный диод, который стоит немало денег Когда я покупал свой первый iMac И открывал коробочку Там был такой приятный запах Я не знаю, что они делают Такое ощущение, что они какими-то специальными духами Брызгают технику, ну такого премиум сегмента И здесь, я об этом не думал Но здесь вот, когда ты открываешь коробочку Я сейчас уже оно выветрилось, к сожалению Но когда я первый раз открывал эту коробочку Я вот у меня было точно такое же Какое-то дежавю, флешбек Я подумал, блин, где-то я этот запах уже ощущал Открываю, а там не iMac Там просто свет За 50 минут, 45-50 минут Мы всадили две вот таких вот огромных батареи Много это или мало, я не знаю Потому что у меня не было опыта работать с таким светом Но учитывая, что здесь в пересчете на обычный вольтаж Вернее, на обычную мощность полкиловатта То мне кажется, что это нормально Здесь есть один очень важный параметр Который отличает его от его собратьев Более бюджетных версий Это уровень шума Здесь стоит два вентилятора Которые включаются при максимальной яркости И начинают включаться где-то уже с 60-70% И эти вентиляторы, они абсолютно беззвучны Их не слышат, вы можете спокойно писать синхроны И не будет вам ничего шуметь, жужжать Даже если источник света будет находиться очень близко Друзья, но не нужно зарываться в долги Для того, чтобы покупать себе дорогой свет Вы все-таки можете прибегнуть к такому бюджетному варианту И вот мы тут все за кулисами Мы на это на камеру не рассказывали Я сейчас решил пооткровенничать Мы все пришли к одному мнению Что этот свет, он более какой-то такой, знаете, душевный И вы, кстати, часто в комментариях писали Что мои выпуски ламповые И вот сейчас вот я чувствую, что вот этот свет ламповый И я не обманываю вас Потому что там стоит лампочка накаливания И вот это вот передается атмосфера Передается вот это ощущение Хочется замедлить темп своего повествования Хочется вообще замедлиться Хочется взять бокальчик вина Какую-нибудь гаванскую сигару И перестать сейчас разговаривать Друзья, с вами был Валентин Христич Подписывайтесь на канал Вставай и снимай Мы очень скоро выходим на улицу Для того, чтобы продолжать снимать наши ламповые выпуски Комментируйте Колокольчики, пальцы Все как положено, все как обычно Всем добра, пребудет с вами дальний свет Я так понимаю, мы ждем пока Влупится сейчас Друзья, как минимум Вот такого телосложения Должен быть ассистент Для подобных съемок Человек крепкий Он ходит в серенажерный зал Выжимает 120 жим лежа И выжимает все соки из женщин Ключ сома А как ты домой, папаш? 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 Я папаш? Очко левое, протри Это высокохудожественное пятно Возьмешь себе, пожалуйста, пару мороженое и колы мне Возьмешь, купишь, на, держи Фонарем лицо херячет Под дождем стоит Какая-то херня зависит Я на это не по-другому Давай потестим с тобой Походим Апучур, капачур А как? А как по-другому сказать? Я думал, ты себе на макушку наденешь Придорожное кафе Мне здесь подсказывают за кадром Что я смотрю здесь, как в старой хрущевке Еще не хватает здесь бабы Зины Которая бы жарила картошку И здесь бы еще дым такой стоял бы И ляпало бы на меня жиром Субтитры сделал DimaTorzok